В пятницу, 22 ноября, в подмосковном Сергиевом Посаде автомобиль Land Rover, за рулем которого находился начальник травматологического центра Сергиево-Посадской районной больницы Андрей Павлов, на скорости вылетел с дороги и, задев стеллу, установленную в честь победы в Великой Отечественной войне, пробил бетонный забор некогда закрытого военного городка, а ныне микрорайона Ферма. Областной портал Подмосковья сегодня, со ссылкой на очевидца Александра Смирнова, утверждает, что водитель был пьян. Однако после публикации этой новости в местных медиа появились комментарии от друзей и коллег водителя, которые утверждали, что он, вероятно, просто потерял сознание, имея очень серьезное заболевание, дескать, возможно, принял или не принял какие-то препараты, после чего ему стало плохо. Под каждой такой публикацией развернулась целая дискуссия из сторонников этого водителя, коих у него много, потому что за свою профессиональную деятельность он оброс и знакомыми, и пациентами, действительно, возможно, действительно он является отличным врачом, хорошим человеком, и между теми людьми, кто осуждает, в принципе, как я, то, что человек садится за руль в невменяемом состоянии, или в состоянии, которое может представлять угрозу, так скажем, для окружающих. С пьянством сейчас вопрос, и я вам объясню, почему, да, точнее, с наличием алкоголя в крови, вполне возможно, что эта информация вообще не выяснится, да, то есть мы достоверно не узнаем, был ли человек пьян или не был, потому что, по словам сотрудников ГИБДД, с которыми я разговаривал, сотрудники ГИБДД прибыли на эту аварию уже после медиков, и водитель находился уже в карете скорой помощи, и медики его сразу доставили в районную больницу. По словам медиков, он был в бессознательном состоянии, тем не менее, сотрудники ГИБДД не обнюхать его, не, значит, продуть, не имели возможности, и результаты сейчас анализов на наличие алкоголя в крови будет выдавать учреждение лечебное, в котором, собственно, и работает сам водитель, и не просто работает, а занимает там руководящую, одну из руководящих должностей. Вот, поэтому здесь, как бы, правды мы можем вообще никогда не узнать, вот, тем более, что уже его знакомые звонили моему коллеге Андрею Мордасову, который, собственно, и выяснил его фамилию и имя именно водителя этого, и первым у себя опубликовал на портале Копейка, просили удалить эти данные под обещание того, что человек больше не сядет за руль. Хотел обратиться к Андрею Павлову, вот, а точнее к его друзьям и знакомым, которые бесконечно пишут различные, не знаю, сообщения, угрозы всем, кто высказывается с критикой подобного поведения. В следующий раз может не повезти так, как в этот, окружающим и вашим, в том числе, знакомым, родственникам, вот, или близким людям. То есть, кто-то мог оказаться на пешеходном переходе из ваших близких под колёсами очень уважаемого, очень доброго, очень хорошего и очень полезного в обществе человека, который в какой-то момент просто не оценил свои возможности, сел за руль, и лучше вести всё-таки пропаганду более ответственного, я считаю, поведения, всё-таки чувствуя себя плохо, имея какое-то реальное заболевание, серьёзное, очень серьёзное, вот, как описывают друзья в комментариях, да, я не буду называть, не нужно садиться за руль, нужно самому более ответственно, тем более человеку, имеющего медицинское образование, более ответственно подходить к этому вопросу, вот, и просто проявлять какую-то гражданскую сознательность, что ли, вот, естественно, не садиться за руль, вот, не управлять средством повышенной опасности. Я сал по дороге, я сал, не зная печали, А след голоса мне ходом кричали Мне кричали Что я шёл не туда Что я выбрал не эту дорогу Что я должен шагать с ними рядом в ногу Идти рядом в ногу Субтитры сделал DimaTorzok